Здравствуйте дорогие зрители. Это наша первая программа в новом 2015 году, так что устраивайтесь поудобнее. Сейчас мы будем вас развлекать по мере сил своих. Начнем со странного сообщения о смерти Рики Мартина. Оно конечно к долгой жизни, но все равно неприятно. Тем более, что любителей Рики Мартина в мире очень много. Представляете, как им было здорово, когда они это все обнаружили в Ютьюбе 3 января. Так вот, там говорилось, что якобы артист Энрике Мартин Моралес, известный под сценическим псевдонимом Рики Мартин, скончался в 16.30 за ролем своего БМВ на шоссе в Лос-Анджелесе. У певца были зафиксированы травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Врачи констатировали у него многочисленные переломы, чрезвычайно тяжелую травму черепа. После проведения судмедэкспертизы выяснилось, что Рики Мартин управлял автотранспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения. Уф. Фаны в обмороке, таблоиды тиражируют новость, не проверив ее, кстати. Моралисты злорадствуют, типа это ему за нарушение всяческих правил морали и нравственности. Тонкий такой намек на его сексуальную ориентацию. Как будто бы в катастрофах разбиваются только представители этой сексуальной ориентации. Ну не тут-то было. Рики ответил всем стиле, не дождетесь. Он опубликовал свои фото с пляжа в Пуэрто-Рико, а заглавив это все привет с небес. Вообще юморной мужик, конечно. И добавил, что он, конечно, сейчас в раю, но абсолютно жив и здоров, чего и своим поклонникам желает. Ну, что тут сказать. Современная жизнь такова, что надо отрастить у себя недюжинное умение фильтровать новости, появившиеся и в прессе, и в интернете. И это хорошо, если фейковая новость сляпана на коленке и легко очень понять, что над нами просто издеваются. А если ее делали люди с более-менее высоким IQ? Ну, не все же могут залезть в сеть и перелопатить кучу статей в поисках нестыковых, правильно? Хорошо еще, что пресс-служба Рики все это дело отслеживала, и он очень быстро опроверг так называемую сенсацию. А если нет? А если человек, например, прочитал жуткую новость эту в газете, схватился за сердце, мало ли, и такое бывает. Короче говоря, когда вот такие вещи люди делают, им надо 35 раз думать. Вторая новость у нас как раз таки замечательная. София Вергара собралась замуж и уже обручилась с Джоу Манганьелло. Ну, пара это сделала под Рождество, такой своеобразный подарок от Санта-Клауса. А ведь хорошо известно, что Санта делает хорошие подарки хорошим людям. Ну, и кроме шуток, София действительно заслужила немного личного счастья. Ее предыдущий роман с Ником Лойбом был настоящими американскими горками. Потому что Ник отличался не только вздорным характером и стремлением контролировать Софию и ее деньги, но и изменял в ней. Кроме того, было несколько скандалов очень громких, публичных. Ну, там масса всяких подробностей неприятных. В общем, когда они расстались, очень многие друзья Софии просто вздохнули с облегчением. А с Джо они познакомились в мае. Причем очень интересно было, что до знакомства Джо дал несколько интервью, в которых, в общем, сказал, что ему София чрезвычайно нравится. Он ее считает красавицей, умницей и очень хорошей актрисой. Ну, и вот в мае они познакомились. Говорят, что там было очень интересно. Значит, это был Макдональдс. Как-то там они оба оказались. В Макдональдсе не было свободных мест, и каким-то образом их поместили за одним столиком. Ну, вот с этого все как бы и началось. Ну, что, очень хорошо. Очень хорошо. Надо сказать, что после обручения София сказала, что она очень мечтает о ребенке. Но почему нет? Отличная идея. У сына Софии Манолу, которому уже 22 года, будет младший братик или сестренка. В общем, очень классная новость. Луис Мигель, как всегда, в своем репертуаре. У него новая подружка. Предыдущая подруга, модель польская, Кася Новински. Ой, простите, Савинска. Помахала солнце Мексикой ручкой. Написала, что с тобой было хорошо, Мигелита, но все равно прощай. Пойдем мы теперь разными дорогами. Что там приключилось, никто не в курсе. От Луиса Мигеля ничего не добьешься. Он очень закрытый человек и в объяснение с прессой не вступает. Скорее-то, Кася расскажет все подробности, когда слегка поиздержится. Очень по-разному провели новогодние каникулы бывшей супруги Мелани Гриффит и Антонио Бандерс. Она с дочерью Стеллой Дель Кармен в одном месте, а изменщик коварный с новой подругой Николь Кимпель в другом, а именно в Испании, в Морбелье. Ну и положа руку на сердце, какая женщина осудит Мелани за желание наказать изменщика коварного полновесным долларом? А какая была любовь? И какой карьеру в Голливуде эта любовь помогла сделать? Ай, загляденье. Но это так, мысли вслух. Хотя Антонио от бывшей, конечно, тоже натерпелся. О ее пристрастиях к алкоголю и наркотикам не писал только ленивый. Ну, жизнь штук такая. Иногда пары расходятся. И дай-то бог, чтобы все достаточно удачно закончилось. Потому что развод их обещает быть мыльной оперой в двухстах сериях. Серхио Гойри, который с трудом узнал, кто такой Кристиан Мейер. Вы помните, да? Когда Крис приехал в Мексику, Серхио сказал, а это кто такой? Я его не знаю. Что за мужик? Вот так вот. Он с трудом таки узнал, кто это такой. И в одном из интервью оценил работу Криса в новелле «Ла Малкирида». Серфио сказал, что хоть он с предыдущими работами Мейера тоже не на короткой ноге и самого сеньора тоже едва знает, но выводы сделать может. Не нравится ему, как Крис эту роль сыграл. Не нравится и все. При этом сеньор Гойри не утверждает, что перуанец плохой актер. Вовсе нет. Но страсти ему не хватает. Ну, нормально. Ну что же. Вполне возможно, что Гойри прав. И неуспех Малкириды полностью на совести Мейера. А может зрители просто не рассмотрели тонкую игру Криса. Она настолько филигранна, что почти не видна. Ведь на мексиканском ТВ принято играть с экспрессией, тогда как Мейер актер более сдержанный, мягко говоря. И почему-то нам кажется, что не будет у Криса ролей по Мексике. Ну вот почему-то кажется и все. Ну и последняя новость на сегодня. Айлин Мухика целуется с таинственным кавалером. Все это дело проистекает в Мехико на выходе из ресторана. А, собственно, что вы хотели? Чтобы она так и просидела, утирая слезы после расставания с Габриэлем Валенцовым. Он нашел себе очередную богатую тетку-лошадь. А Айлин имеет полное право закрутить страстный роман с тем, с кем ей захочется. Тем более, что она очень давно этого хочет. И она постоянно в интервью говорит, что ждет еще своего принца. Ну вот, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Всем счастливого Нового года. Субтитры сделал DimaTorzok